Ребят, как? Все появилось? Все нормально? Да, все в порядке. Размеры, формат удобен, да? Да, все хорошо. Все. Итак, двигаемся. Краткое содержание предыдущей серии. Мы с вами обсуждаем вот такое стандартное уравнение Бессель, уравнение 1, х в квадрате на w2' от х плюс х на w' от х плюс х в квадрате минус n в квадрате w от х равно 0. Но обычно в наших задачах при х больше 0. Значит, n здесь фиксированный индекс. Вот он стоит на этом месте, он принимает значение 0, 1, 2 и так далее в наших задачах. Сейчас мы вспомним и увидим, зачем он нужен. Значит, это уравнение нужно для изучения различных задач математической физики в цилиндрических или полярных координатах. Общее решение этого уравнения записывается, как правило, через две ключевые функции. Самая важная из них – функция Бесселя, gn от х, индекса n. И дополнительное к ней, второе решение этого уравнения – функция Неймана, индекса n, которая также называется функцией Вебера и иногда обозначается через y. Принципиальное различие между ними. Функции Бесселя, gn от х, это у меня n такое неудачное здесь получается, gn от х ограничено в нуле. g0 в нуле равна единице, все остальные функции Бесселя в нуле равны нулю. А вот функция Неймана более сложная, менее тривиальная, не ограничена при х, стремящемся к нулю, а именно стремится к минус бесконечности. Ну, практический вывод во всяких внутренних задачах, в круге, в цилиндре и так далее. То есть внутри круга, внутри цилиндра нужны только функции Бесселя, ну и у вас на семинарах Неймана будет встречаться очень редко или встречался очень редко. Общий вид решения уравнения Бесселя стандартного тем самым выглядит так. W от х есть линейная комбинация функции Бесселя и функции Неймана с произвольными константами c1, c2. Индекс n считаем фиксированным. Значит, основная проблема этой теории, что эти функции обе являются неэлементарными. Причем функция Бесселя неэлементарная, а функция Неймана, ну если можно так выразиться, совсем неэлементарная. Она получается намного сложнее. Сегодня я даже, может быть, успею чуть-чуть рассказать, как получается. Для того, чтобы построить сначала хотя бы функцию Бесселя, мы ищем ее в виде степенного ряда, вот такого вида, с неизвестными коэффициентами. После подстановки в уравнение 1, проделывания громоздких достаточно преобразований, мы получаем вот такой степенной ряд. Я его уже выписывал на последней из прочитанных лекций. Значит, сумма по k от нуля до бесконечности, минус 1 в степени k, k факториал, k плюс n факториал, n это индекс, он обеспечивает сдвиг, x пополам в степени n плюс 2k. x пополам в степени n можно выносить за знак этой суммы, это важнейшая ключевая формула 3. Вместо факториалов иногда пишут варианты с гамма-функциями, они гораздо менее удобны. Степенной ряд 3 сходится всюду на полуоси и даже на самом деле в комплексной плоскости и удовлетворяет уравнению Бесселя. Значит, при соответствующем выборе индекса n. Ну, все комментарии тут написаны, примеры мы выписывали на последней лекции, тоже можно посмотреть. Поведение функции Бесселя в нуле указано здесь в подчеркнутой формуле. Ну, грубо говоря, функция Бесселя gn от x вблизи нуля ведет себя как x степени n с соответствующими константами. Ну, и вот красивый график с наглядными представлениями. Здесь функции Бесселя. По-моему, достаточно хорошо видно поведение, да? Значит, они осциллируют, медленно стремятся к нулю, у них много корней, корни очень важны. И функции неймана здесь вот на этой вот картинке. Значит, ну, даны значения n0, n1, n2, n3. Файлы у вас все сохранятся, вы всегда можете на эти приятные рисунки посмотреть. Вот. Поведение функции Бесселя у вас уже записано. Я не буду повторять, на картинках мы их вспомнили. Значит, еще раз напоминаю, очень важную роль играют вот эти корни. Множество корней мы обозначаем mn. Значит, это значение гамма больше нуля, такие, что gn от гамма равны нулю. Корни образуют счетный упорядоченный набор, стремящийся к бесконечности. Индекс n можно указывать вот так вот сверху. Если понятно, выбор n, ну, например, вы же 0 выбрали, с ней работают. n не указывают. Очень важно свойство перемежаемости корней. Ребят, между любимыми двумя корнями функции Бесселя лежит какой-то 0 с соседней функции Бесселя. Ну, там между корнями функции g2 лежит корень функции g3. Ну, и наоборот. Ну, так как у синуса и косинуса примерно. И вообще аналогии с синусом и косинусом тут очень полезны. Но для нас они нужны ради вот таких вот типичных задач. Задача 4. Давайте обратим на нее внимание. Типичная задача из математической физики. Значит, возникает вот такое уравнение. Единица на r. d по dr. От r, dw от r по dr. Плюс вот такой вот добавок. Значит, здесь фигурирует спектральный параметр mu. Mu в квадрате. И индекс n. n в квадрате. Индекс уравнения Бесселя. В нуле требуется условие ограниченности решения. Чтобы решение существовало во внутренней задаче. На границе функция w должна обращаться в ноль. Ну вот здесь все комментарии. Lambda равно mu в квадрате. Исходный спектральный параметр. n фиксированный индекс. Он совпадает с номером полярной гармоники. Сейчас мы их встретим. Непосредственно проверяется, что вот это вот дифференциальное уравнение, так записанное, а оно у вас будет именно в таком виде встречаться, сводится вот к такому вот уравнению Бесселя индекса n со спектральным параметром mu. Здесь w большое. Большая функция w. Мы показали на прошлой лекции, что решение от стандартного отличается очень просто. Надо взять просто решение стандартного уравнения Бесселя и поставить туда вместо x mu умножить на r. Тогда мы будем получать решение вот этого уравнения со спектральным параметром. Тем самым оно имеет вид c1 gn от mu r плюс c2 на n большое n от mu r. Значит, условие w в нуле меньше бесконечности говорит, что функция Неймана должна пропасть. Потому что она в нуле не ограничена. У нас остается вот такой вид. W от r равно c1 на gn от mu r. Значит, это решение вот для такого дифференциального уравнения вот с таким вот условием при r равном 0. И теперь нам надо подставлять вот это вот краевое условие, которое соответствует тому, что на границе круга либо цилиндра наши функции должны обращаться в ноль, давать нулевое краевое условие. Подставляем w от r равно 0. Получаем gn от mu r равно 0. Значит, это некое уравнение на неизвестное значение mu спектрального параметра. Вспоминаем про корни. Здесь нужны в точности они. Значит, гамма ката – это корни фиксированной функции Бесселя с индексом n. Получается, что вот это значение mu r должно равняться соответствующему гамма катам. Я не пишу индекс n, чтобы не загружать формулы, но мы считаем, что индекс n фиксирован, как только мы взяли вот эту вот исходную задачу с индексом n. Значит, соответственно, из этого уравнения у нас получается, что mu k равно γ k делить на r, где mu k – это искомое спектральное число, а γ k – корень функции Бесселя. И собственные функции имеют очень простой вид. Это есть функция Бесселя gn умножить на такой аргумент γ k – это r малое делить на r большое. При r малом, равном r большое, наша функция обращается в ноль, очевидно. Из теории следует, что мы нашли с точностью до умножения на констант все собственные функции в нашей спектральной задаче. И вот очень важный практический вывод, ребят, здесь он даже такой вот кривой рамочкой выделен. Вот такая вот задача с фиксированным параметром n имеет вот такой спектр. Mu k равно γ k делить на r, w k выражается через функции Бесселя. Нумерация. k равно 1, 2 и так далее до бесконечности. Гамма k – это, ну вот, от индекса n. При каждом n будет свой набор этих корней. Но в исходной некой задачи, к которой мы сейчас обратимся, числа λ k – это μ k в квадрате. Видите, здесь μ в квадрате выражает собой λ – спектральный параметр исходной задачи. Поэтому для исходной задачи вам надо будет возвести еще все это в квадрат, и получится, что λ k у нас конкретно вот такие. Вот это самый главный результат. Он есть в той памятке, которую я в прошлый раз вам присылал. Значит, всякий раз, когда вам эта задача встречается, вы можете подробно эти выкладки не повторять, а просто сразу брать этот спектр как готовый и с ним оперировать, готовить, работать. В задачах теплопроводности соответствующих или в задачах для уравнения колебаний. Вопросы? Это, ну, фактически было некое напоминание к прошлой лекции. Все ли понятно? Да, все понятно. Ну, здесь вот четко написано, полученный результат можно использовать дальше как готовый. Как готовый. Очень важно, что вот эта вот система образует некий базис-фурье. В каком смысле? Давайте это обсудим. Значит, зафиксируем значение n вот из нашего набора. Пусть n фиксировано. Рассмотрим полученную систему собственных функций gn от гамма-ката делить на r большой, ребят. И здесь опечатка. r малая, конечно, должно быть. Если у кого-то есть распечатка, поправьте, пожалуйста. Это мой невольный косячок, опечаточки небольшие. r малая в качестве аргумента. Ну, вот как написано в этих функциях. Система эта называется в матфизике системой Фурье-Бесселя. И она образует ортогональный набор на интервале 0r, значит, от центра круга до его границы, относительно вот такого скалярного произведения. Чуть-чуть специального, не такого стандартного, как обычно. f скалярно умножается на g, и это есть интеграл от 0 до r. r малая, f от r умножить на g от r под r. r малая – это в точности якобиан цилиндрической замены координат, которая неизбежно возникает в соответствующих интегралах, когда мы переходим к функциям, зависящим от радиуса. Поэтому скалярное произведение не должно вас удивлять. Доказывается, что пара вот таких вот функций Бесселя, взятые из этой системы, является ортогональной относительно этого скалярного произведения, если корни гамма ката и гамма м взяты разными. Вот эта вот величина, естественно, является квадратом нормы функции Бесселя. Показывается, что этот квадрат нормы равен r в квадрате пополам умножить на gn' от гамма ката в квадрате. Вот такое вот выражение, где gn' – это производная соответствующей функции Бесселя. В следующий раз мы поговорим про некие рекуррентные соотношения, из которых следует, что это gn' равняется, ну, минус, на самом деле, но из-за квадрата неважно, gn' плюс 1 от гамма ката или gn' минус 1 от гамма ката. В силу неких рекуррентных соотношений можно использовать этот или этот вариант. Обычно их и используют, потому что для производных не задают соответствующих таблиц, раньше не задавали, а задавали вот для этих значений. Короче, можно писать так, так или так. И это доказывается. Это квадраты норм для функций из системы Фурье-Бесселя. Ну и вооружившись этими знаниями 1, 2, мы пишем пункт 3. Любая функция f от r с достаточно разумными свойствами раскладывается вот в такой ряд Фурье-Бесселя на интервале от 0 до r, а ката на gn от гамма ката r делить на r, где коэффициенты а ката вычисляются по стандартным формулам Фурье. 1 делить на квадрат норма функции Бесселя и умножить на скалярное произведение f от r на функцию Бесселя. Ну и здесь, конечно же, ребята, все видят опечатку по dr. Виноват, пожалуйста, подправьте, dr должно здесь стоять. dr должно здесь стоять. Вот эта конструкция обслуживает все основные задачи математической физики, связанные с рядами Фурье, когда нам надо раскладывать в ряд по этим системам. Понятно? Да. Откуда все это берется? Ну как бы формулы 1 и 2, ортогональность и вот эти нормы. Не удержусь, скажу пару слов. Значит, в теории есть такие замечательные интегралы Ломмеля. Это немецкий математик, сыгравший очень большую роль в XIX веке в построении теории функций Бесселя. Ну и он показал, в частности, что если мы берем два произвольных положительных числа, альфа, бета. Ну, бета отличная от нуля, скажем. Какое-то из них должно быть отличное от нуля. Значит, то вычисляя вот такие вот произведения, получаем вот такие ответы. Вот такие ответы. Значит, ну и дальше, если мы подставляем сюда альфа и бета, так, как в предыдущих формулах, так, как должно быть в предыдущих формулах. Ну, то есть берем, например, альфа равно гамма К делить на Р, а бета равно гамма М делить на Р, где гамма К, гамма Р, М корни. То здесь у нас будет равно нулю, равен нулю вот этот множитель, потому что получится gn от гамма КТ. Здесь будет равен нулю этот множитель, получится gn от гамма МТ. Ну, а здесь посчитается та норма, которая там указана. Рекомендуется всем в эти интегралы Ломеля подставить эти выражения и проверить, что получаются вот эти два ответа из пункта 1 и 2, которые здесь указаны. Второе полезное упражнение – найти интегралы Ломеля в справочниках, в литературе и проверить, что у меня здесь нет опечаток. Я вроде бы очень старался аккуратно переписать, но мало ли что. Заодно надо усвоить следующее. Доказываются эти интегралы Ломеля весьма громоздко, но от нас потребуют больших усилий, поэтому мы их доказывать не будем. Но по цилиндрическим функциям есть колоссальный набор очень хороших справочников. Если понадобится, я даже готов там какие-то выслать, где соответствующие материалы всегда можно найти. И пользоваться надо так. Вам нужна какая-то формула, вы работаете с хорошим справочником, находите ее там, используете. Важно понимать вот эти все взаимосвязи. Ну, здесь вот взаимосвязь простая. Интегралы Ломеля дают нам нужное самое свойство. Ну, а как итог, мы можем рассмотреть теперь вот такую вот задачу в круге. В единичном круге на плоскости x1, x2 задача на собственное значение и собственные функции для двумерного оператора Лапласа. Дельта u плюс лямбда u равняется нулю. Модуль x меньше либо равно r – это круг на плоскости. Мы помним нашу общую схему Фурье. Нам надо, чтобы на границе круга функция обращалась в ноль. Здесь она может зависеть от r и φ. Расписав оператор Лапласа двумерный, мы получаем вот такое выражение. Заменив лямбда на мю в квадрате, мы получаем вот такое выражение. r малая от нуля до r большого, φ малая от нуля до 2π. В нуле функция должна быть ограничена. Это условие нужно из-за возникающей особенности полярной системы координат. На границе круга она должна тождественно обращаться в ноль. Ну, лямбда равно мю в квадрате спектральный параметр. Поскольку в таком виде решать очень трудно, мы сразу пользуемся методом разделения переменных. Ищем функцию u от r φ в виде w, зависящий от r, на φ, зависящий от φ. Функции φ, φ большой от φ, вот эти функции, должны быть достаточно разумными. На них должен хорошо действовать оператор вот этой вот второй производной. Желательно, чтобы он переводил эти функции сами в себя с каким-то множителем. Ну и самое главное, они должны быть 2π периодически, чтобы удовлетворять естественным физическим условиям. Ясно, что такой набор дают нам вот эти функции, которые перечислены. φ0 от φ равно единице, и дальше φn от φ, их две функции, косинус и соответствующий синус. n здесь все натуральные, но с учетом нуля мы можем еще и с нуля нумеровать эту систему. Вот возникает этот индекс. n равно 0, 1, 2 и так далее. Считаем, что функции φn от φ мы нашли согласно вот этой схеме. Подставляем любую из этих функций вот сюда в виде у от r φ равно w от r на φ, большое, зависящее от φ. И посмотрите, ребят, тогда вот этот дифференциальный оператор даст нам снова эту же самую функцию, косинус, синус или константу, умноженную на соответствующий n в квадрате. Два раза продифференцировав, мы просто умножим эту функцию на константу минус n в квадрате, потому что это собственные функции вот этого дифференциального оператора с условием периодичности. После этого функцию φ от φ мы можем вынести за скобку ее сократить, а для функции w от r мы получим вот такое дифференциальное уравнение. Это и есть уравнение Бестеля в одной из своих эспостасей со спектральным параметром μ. Со спектральным параметром μ. Мы видим, что вот этот дифференциальный оператор дал нам обыкновенный дифференциальный оператор на функцию w от r. Вот это выражение должно давать минус n в квадрате делить на r в квадрате, на функцию w от r, недифференцируемую. Ну и здесь μ в квадрате на функцию w от r. Вот получается то, что получается. Все это теперь уже у нас на интервале от нуля до r в нуле условия ограниченности, на границе нулевое условие. Нулевое условие. Понятен переход от вот этой вот спектральной задачи 5 к вот той спектральной задаче, которую мы обсуждали до сих пор. Ясно, откуда все берется? Да, все хорошо. То есть, ребят, смотрите, это кусочки оператора Лапласа, такие осколки его, да, действующие на соответствующий сомножитель, а вот этот n в квадрате, это очень важно понимать, это номер просто соответствующей тригонометрической гармоники. При n равном нулю получается простейшая гармоника константа. Все очень просто и логично. Ну а возникшая задача, это в точности задача 4, которую мы только что обсуждали. Спектр ее нам известен. Значит, вот эти числа, μката, они зависят от n и имеют вот такой вид. n – это индекс функции Бесселя. Функции wката от r тоже зависят от n, значит, это w от nката, и они имеют вот такой вид. Значит, функция Бесселя gn с ее корнями, деленными на радиус, умножить на радиус маленький, переменный. Значит, k здесь принимает значение 1, 2 и так далее, это нумерация корней. Ну а n – это соответствующий индекс, навязанный нам гармониками. В результате спектр исходной задачи у нас получается вот таким достаточно сложным. Значит, во-первых, есть собственные значения λ. λ0ката – это из корней функции Бесселя g0 делить на r в квадрате. Вот с такими собственными функциями, умноженными на единицы. Потом λnката – из корней функции gn. Это gn вот с таким выражением умножить либо на косинус, либо на синус. Показывается, что все возникшие написанные функции образуют полную ортогональную систему в круге, вот таком. Отсюда выводится, что других собственных значений и собственных функций нет. Но спектр, как мы видим, в итоге устроен достаточно сложно. Посмотрите, по существу оказывается, что собственные значения удобно нумеровать двойным индексом n и k. n – это выбор гармоники, номер индекс функции Бесселя соответствующий, а k – это номер корня. То есть спектр, ну вот такой вот достаточно сложно устроен, он ни в коем случае, в отличие от одномерного случая, не образует арифметической прогрессии. И если помнить у нас для одномерной струны колеблющейся, она звучала очень музыкально, там образовывались красивые консонансы, октавы, квинты и так далее, то если мы рассматриваем колебания двумерной мембраны, то есть попросту говоря, это колебания мембраны барабана в музыкальных инструментах, собственно говоря, вот эта задача, которую мы анализировали, это задача о собственных значениях и собственных функциях для колебания мембраны барабана. Потому что что такое колебания двумерной колеблющейся системы? Это вот с точки зрения музыки как раз такая вот модель. Такая модель. Значит, мы видим, что здесь собственные частоты, собственные значения устроены достаточно сложно, и поэтому когда ударяют по мембране барабана, то есть попросту говоря, ударник бьет палочки по барабану, возникает более сложный шум. Хорошее музыкальное ухо может слышать там основной тон, сопутствующие тоны, но они образуют достаточно сложную смесь. Кстати, если, ребят, ну вот кто-то, так сказать, музыкален и обладает, так сказать, соответствующей наблюдательностью, хорошим слухом, может там на Ютьюбе найти, так сказать, какого-то из крупных, замечательных ударников, там, ну вот в истории джаза, как Джин Круппа там, или кто-то еще, и посмотреть. В зависимости от того, по какому месту в этой мембране барабана они ударяют, звук получается немножко другой. Ударишь по центру – один вариант, чуть ближе к краю – другой вариант. Опытные ударники этим очень ловко пользуются, обогащая палитру соответствующую. Ну а мы, как специалисты по математической физике, понимаем, что происходит. Создавая различные начальные возбуждения, ударник возбуждает немножко разные частоты, внутренние частоты этой мембраны, и в результате она звучит каждый раз немного по-своему. немного по-разному. Все это, ну, акустики соответствующие, умеют хорошо анализировать, разлагать, записывать, и так далее, и тому подобное. Ситуация понятна? В ваших конкретных задачах на семинарах вы будете встречаться с частными проявлениями этого спектра. Ну, чаще всего в ситуации, когда все зависит только от радиуса, нет зависимости от углов, нет зависимости от углов, значит, у вас возникают вот эти вот основные гармоники с функцией G0. Именно они наиболее распространены. Когда нужны углы, возникают вот эти гармоники G. Но теперь перед нами следующая задача все-таки. Как аккуратно получить функции Бесселя, откуда берется этот ряд, и самая главная загадка, что такое функции Неймана. И вот здесь, ребят, в XIX веке, ну, так сказать, такое вот достаточно удивительное открытие произошло. С какой-то точки зрения, для того, чтобы получить все эти ответы полностью, уравнение Бесселя надо усложнить. Надо заменить вот этот вот натуральный индекс Н, физически отвечающий гармоникам, произвольным индексом ν. Который может принимать любые вещественные значения от минус до плюс бесконечности. Вы спросите, а зачем отрицательное значение ν уже стоит в квадрате? Ответ. Удобно предусмотреть и этот вариант. В каком-то месте мы распараллелим эти значения ν, получим не только положительные, но и отрицательные ситуации. И это очень важно. Значит, ситуация во многом, как бы такая парадоксальная. То есть, чтобы докопаться до истины, надо не упрощать, а усложнять вроде бы, усложнять ситуацию. Причем вот этот случай, когда ν у нас не целый, математически окажется в чем-то проще. Я понимаю, что я сейчас говорю загадками, но сейчас я постараюсь их объяснить. И еще, ребят, значит, для того, чтобы разобраться в этом всем, нам понадобится очень хорошее понимание того, что такое факториалы. Вот любимый наш n факториал или ν факториал. Давайте об этом предварительно поговорим. У нас остается где-то 7 минут еще. Я начну, но потом, если не успею, завершу. Значит, следующий файл, который я присылал, это общее замечание о факториалах. Ну, начнем с того, что мы хорошо знаем. Вот 1 факториал, 2 факториал, n факториал. Прекрасно мы знаем. 1 на 2 на n и так далее. Для любого натурального n. Ну, основное свойство факториала, вот здесь написано в рамочке, сомнений у нас не вызывает. n плюс 1 факториал, это есть n плюс 1 умножить на n факториал. Напомню, на всякий случай, простейший вариант формулы Стирлинга, наша асимптотика факториала при больших n дается вот этим вот выражением. И очень важно для нас, что для факториала есть еще независимое аналитическое представление. Ну, это формула Эйлера такая. Он, собственно, первый обнаружил подобные свойства. n факториал может быть вычислен как такой интеграл от нуля до бесконечности t в степени n на e в степени минус t dt при всех натуральных n. Ну, действительно, эта лемма элементарно доказывается по индукции. Если n равно 1, мы берем наш интеграл, интегрируем по частям. Посмотрите, пожалуйста, здесь написано, внеинтегральное слагаемое пропадает. Ну, то есть мы экспоненту закидываем под дифференциал, появляется знак минус, за счет этого меняются пределы, здесь появляется знак плюс. В нуле наше выражение равно нулю, на бесконечности пропадает из-за экспонента, остается этот интеграл, он легко считается, он равен единице. Допустим, что для некоторого n лемма доказано. Наш n факториал вычисляется действительно вот так. Рассмотрим n плюс 1. Запишем. Внесем экспоненту под дифференциал, интегрируем по частям, внеинтегральное пропадает по тем же причинам, в нуле из-за степени, на бесконечности из-за экспонента. При дифференцировании степени выделится множитель n плюс 1. По предположению индукции, это n факториал, получаем n плюс 1 умножить на n. Главное свойство факториала это n плюс 1. Тем самым формула снова верна. Очень просто и очень важно. n факториал можно вычислять вот таким вот способом. Лемма, понятно? Да. Ну и вот замечательная идея Илера. Он чуть в другом обличии ее дал. Но мы как бы тот способ, который нам удобен. А вот давайте теперь используем эту формулу как аналитическое продолжение факториала для всех вещественных значений ν, ну, только с условием ν больше минус 1. ν больше минус 1, чтобы интеграл был сходящимся в нуле. На бесконечности экспонента решает все проблемы. Все проблемы, то есть она заведомо дает сходящийся интеграл. Ну, а чтобы в нуле он сходился, мы вспоминаем матанализ. У нас вот этот показатель должен быть больше минус 1. И примем это просто как определение. Значит, числом ν факториал называем такой вот интеграл при таких ограничениях. Тогда, во-первых, наш интеграл будет всюду положителен при ν больше минус 1. 0 факториал, если мы сюда 0 подставим, он будет равен 1. Как мы уже привыкли, конечно, там еще со школы, но обычно не объясняют, почему 0 факториал единица. Вот из-за этого, на самом деле, очень простого правила с аналитическим продолжением. Интеграл легко считается, дает нам именно единицу. Именно единицу. Ну и ν факториал равняется 1 на 2 и так далее на ν при любом ν натуральном. При любом ν натуральном. В силу доказанной выше леммы. То есть он совпадает с нужными нам значениями. А самое главное, ребят, для него выполняется вот это главное свойство. ν плюс 1 факториал есть ν плюс 1 умножить на ν факториал. Что доказывается точно так же, как мы провели вот эту выкладку. Берется, считается, получается. Смотрите, мы получаем достаточно удачное определение. Прежние свойства все выполняются. Главное свойство сохраняется. Ноль факториал обосновывается. Ну и положительная величина. Один очевидно. Два легко. Три из леммы. Четыре интегрирования по частям. То есть мы получаем вот такое разумное распространение понятия факториала на всю вещественную полуось при ν больше минус 1. При таком определении у нас возникают любопытные значения. Ну вот, скажем, смотрите. Минус 1 факториал – это корень из π. Минус 1 вторая, прошу прощения, оговорился. Корень из π. А 1 вторая факториал – это корень из π пополам. Ну почему это так? Смотрите. По определению. Минус 1 вторая факториал – это вот такой интеграл должен быть. Вносим корень из t под дифференциал. Вот сюда. Появляется двойка. Делаем замену. Корень из t равняется s. Получаем такой интеграл. С двойкой. Но это наш любимый интеграл Эйлера-Пуассона в чистом виде. Значит, он корень из π пополам. Здесь есть двойка. Получается, просто корень из π. Вот такое неожиданное значение факториала. Его полезно запомнить. Оно очень часто встречается. Ну а 1 вторая факториал – теперь очень просто. Что такое 1 вторая факториал? Значит, это минус 1 вторая плюс 1. В силу вот этого главного свойства, это есть вот это число, умножить на предыдущее значение. Минус 1 вторая факториал. То есть, 1 вторая умножить на корень из π. Корень из π пополам. Легко увидеть, что 3 вторых факториала – это будет корень из π пополам умножить еще на 3 вторых. И вообще все полуцелые факториалы тем самым легко считаются. Их полезно, ну как бы, всегда иметь в виду. Схема, как их считать, написана здесь. Ребят, есть вопросы? Понятно? Да, понятно. Прерываемся ровно на 10 минут. Час 13.33. В 13.43 продолжаем нашу лекцию. Чуть-чуть передохните. До встречи. Не пропадайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.